Здравствуйте, с вами канал Виктор Сергеенко. Сейчас хотел еще разочек немного поговорить на тему о мусоре. Почему люди мусорят, мне непонятно, но как-то постараюсь еще раз обратить на это внимание. Однажды к моим соседям по дачному участку, ну не совсем рядом, а там чуть-чуть подальше, приехали гости, очень такая симпатичная молодая пара с детьми, видно, что живут неплохо, и автомобили у них нормальные, и все такое прочее. Вот они приехали, там весь день гостили, ну здесь недалеко, в принципе, видно все. И очень хорошо, мы так порадовались, что какие замечательные дети подрастают, да и внуки тоже. И вот, чисто случайно, я как раз собрался, вот белочка пришла, ну что ты, что ты, ну иди сюда. Белка пробежала, вот она, вот она, вот она, вот она. Ну нет у меня ничего, в следующий раз принесу. Белок здесь много, в следующий раз покормлю. И вот я собрался как раз ехать в лес на мотоцикле на своем, и проезжаю мимо, и вот эта пара тоже собралась уезжать. И вот перед самым отъездом, вот этот молодой мужчина, он, смотрю, вот с таким аккуратным пакетом мусора, подходит к забору, и вот так широким замахом, как бросит и выкинул собранный мусор, который они, видно, использовали, когда были в гостях прямо за ограду. Ну, это, конечно, уже не территория нашего садоводства, но прям рядышком, далеко же он не закинул. Я так посмотрел, и даже не знаю, что сказать, был даже слегка шокирован, ну как-то, ну никак я не ожидал, ну вроде бы такие культурные, приличные люди. И вот даже остановился. Они уехали, я постоял-постоял, подумал-подумал, и поехал дальше. Ну, все-таки не мог я оставить это как бы в таком виде, в каком есть. Я просто подъехал к этому месту уже с другой стороны забора, вокруг садоводства, там дорога как раз проходит. Вернулся, взял этот пакет мусора, который там лежал, он аккуратно был запакован, положил на багажник мотоцикла, доехал до мусорки, которая в 300 метрах, выбросил и поехал в лес. Потом думал, сказать ли, в общем-то, хозяевам участка, то есть моим соседям об этом происшествии. Думал-думал, и все-таки решил не говорить. Если они, в общем-то, этому попустительствуют, то значит и говорить бесполезно. Уже таких людей, видимо, не перевоспитаешь. Вот почему так делают люди? Ехали на машине, взяли бы этот мусор, ну по дороге выбросили. Если нет, он бросил его вот здесь рядом. Конечно, этот пакет бы потом лопнул, мусор бы там остался кучкой, и долго-долго-долго бы там еще все это дело находилось. Вот такой был неприятный случай. Стараюсь не обращать внимания, но не могу. И вот эти пакеты с мусором, они вдоль дороги стоят, я не знаю, и в лесу их много, и везде всего этого вполне достаточно. Очень неприятно. Второй был случай. Самый простой, это вот этим летом, как-то что-то я у забора своего участка работал, и смотрю, мимо проходит тоже один мой, в принципе, знакомый. Ну, моих лет уже не молодой мужчина, сосед у него, участок там, ну, я не знаю, домов за пять, за шесть. Ну, я не близко знаком, но так, даже здороваемся иногда. И вот он идет, видно, ходил в магазин, что-то там купил, идет, пьет пиво из баночки. Ну, пьет и пьет, и ничего плохого в этом не вижу. И вот он, видимо, допил эту банку, и, проходя мимо моего участка, как раз берет эту банку вот так вот, раз, и опять за забор. Ну, не ко мне в участок, а туда опять за ограду нашего садоводства. Мой участок крайний. Ну, тут уж я не выдержал, говорю, ну, слушай, ну, ты что, зачем ты туда кидаешь? Ну, это же вроде уже не наша территория, я говорю, какая разница, наша, не наша, ну, там мусор будет валяться, ну, тебе что, трудно это? Ну, что-то не подумал, ну, вроде извини и так далее. Ну, идти в обход далеко, забирать эту банку. Я потом вроде ее уберу, схожу, ладно, не буду, там прохода-то нету через эту ограду. Ну, кончилось тем, что я, когда очередной раз поехал туда, опять я вернулся, взял эту банку, в багажник поставил на мотоцикл, и попутно я езжу как раз мимо мусорки нашей, а там контейнеры стоят садоводствием, все цивилизованно, и выбросил эту несчастную банку. Ну, как-то, ну, под носом будет этот мусор, ну, зачем вот это? И какая тонкая у него, я не знаю, щепетильность, что ли, или подход, около своего участка он это делать не хочет. А вот около моего этот мусор можно и вытянуть. Ну, вот такая вот забавная ситуация. И третий неприятный случай тоже из этой же серии. Как-то однажды подъезжаю к участку на машине, и там у нас въездные ворота, и смотрю, лежат три мешка с мусором. Больших мешка по 50 килограмм, кто-то аккуратненько все это собрал и поставил. Причем, что интересно, мешки абсолютно новые, видать, кто-то купил, но люди, наверное, не бедные или что-то там, и поставил аккуратно. Ну, я не знаю, до мусорки доехать, видимо, это слишком сложно, и считают, что кто-то должен за ними убирать. И вот они выставили этот мусор. Я проехал на машине, повозмущался, ну, думаю, ладно, потом поеду как-нибудь увезу, уж по привычке этот мусор. А произошло следующее. Кто-то проходил мимо, тоже из наших садоводов, и, видимо, не такой щепетильный. Он, недолго думая, взял, мешки-то были новые, выкинул мусор из мешков, мешки забрал, а мусор оставил вот такой горкой. И получилась там горка мусора. Ну, из трех мешков это такая уже приличная горка, такая, можно сказать, что мини-свалка. Я проезжаю в следующий раз, смотрю, елки-палки, да что ж такое. Ну, терпеть я этого не могу, мимо езжу каждый раз, ну, просто глаз режет. Я, как всегда, взял старые мешки, которые не жалко, сложил этот весь мусор в три мешка, опять же, и за два раза ездил в лес, попутно увез в мусорку на своем мотоцикле. Даже машину для этого дела не беру, чтобы не использовать, а попутно весь мусор этот убрал, сейчас там опять чисто. Вот такие вот житейские ситуации, я думаю, каждый может про это рассказать, ну, и многие возмущаются, но кто-то ведь это делает. Вот я не понимаю, лишний раз хочу обратиться к людям, может, кто-то не понимает, но давайте не будем этого делать. Ну, почему, почему вот на своем участке порядок, а за участком можно гадить? Ну, я не знаю, все равно мы же здесь ходим, это как-то вот, и вы сами же здесь ходите. Я понимаю, что есть люди, которые просто этого не замечают. Ну, вроде бы смотришь, приличные люди вот были, ну, как вот они, не видят, что ли? И вот лишний раз хочу обратиться ко всем, чтобы и не делали этого, во-первых, никто, никогда, и проводили какую-то простенькую работу, может, кому-то надо разъяснять, если есть возможность. Ну, хотя бы знакомым говорить, что этого делать не надо и как-то пресекать. Ну, вот такая вот ситуация. Ну, просто с мусором, я считаю, просто катастрофа. Уж не хочу рассказывать, что происходит в лесу, но это просто ужас какой-то. Вот, убирают тоже иногда, но все убрать невозможно, там грузовиками уже начали вывозить мусор. Ну, вот такая вот ситуация. Очень печально. Давайте все-таки не будем мусорить и жить в чистоте. Это же наше настроение. Это же наш позитив, которого и так мало. Ну, я не знаю, в современное непростое время. В конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok